добрый вечер с вами доктор Михаил Константиновский и сегодня мы поговорим с вами о том каким образом ароматерапия может помочь нам преодолеть стрессовые состояния это очень важная тема и немножко о себе кто меня не знает я врач-невропатолог по образованию занимаюсь алистической медициной очень много лет китайской медицины спортивной медицины проходил специализацию по психотерапии в спортивной медицине помогаю очень много лет спортсменам высших лиг баскетбола женского художественной гимнастики помогаю олимпийской сборной по художественной гимнастики преодолевать трудности и физическом плане и трудности психологической подготовки к соревнованиям последние годы поскольку я дипломированный ароматерапевт очень много занимается современной ароматерапией которая помогает нам преодолевать различные проблемы в жизни строить новые взаимоотношения с людьми помогать людям продвигать людей улучшать их здоровье улучшать взаимоотношения самим с собой и поэтому тема сегодня очень важна нам и мы поговорим каким образом наша работа с эмоциями может помочь нам вырасти поскольку эмоции это та энергия которая необходима для нашего внутреннего роста и тема основная каким образом мы можем при помощи трансформации эмоций при помощи предотвращения тех ситуаций которые возникают у нас вырасти вырасти духовно вырасти эмоционально достичь какого-то определенного успеха по сути дела то чем мы занимаемся называется арома лайфстайл то есть стиль жизни в ароматах и когда мы улучшаем свое восприятие при помощи обонятельной системы мы можем достигнуть очень многого в нашей жизни поэтому важно изучать эту тему важно ощущать эту тему важно проходить какие-то личные переживания в этой теме и это нам поможет действительно в нашем продвижении вперед одну вещь которую мы должны усвоить что мы живем в такое время когда нет у нас такой привилегии оставаться на одном месте мы или движемся вперед или мы скатываемся по наклонной плоскости назад поэтому очень важно продвигаться вперед важно находить новые знания важно изучать новые курсы ходить на семинары то есть это то что помогает каждому человеку продвигаться последнее время исследования говорят о том чтобы для того чтобы предотвратить развитие деменции альземера мы должны тренировать наши нейроны и особенно что важно это связи между нейронами поскольку эпидемия таких заболеваний дегенеративно-головного мозга как деменция и альцехаймер они помолодели и поэтому уже молодом возрасте люди начинают страдать потери памяти потери восприятия и очень важно нам изучать новые знания доказано что изучение каких-то новых сфер в жизни то чего мы не касались раньше не говоря о профессии говоря об изучении нового материала новых курсов она помогает восстанавливать нервные клетки и что особенно важно как я уже сказал связи между нервными клетками значит арома лайфстайл который мы продвигаем в котором мы живем помогает нам по сути дела и преодолеть стресс и почувствовать себя счастливыми людьми полными так сказать жизненные силы жизненной энергии которые помогают нам продвигаться вперед древняя мудрость ароматерапии она существует у нас около 6000 лет когда мы встречали эти знания еще и египетских пирамидах и в древнем китае и древней греции древнем риме то есть эфирные масла применялись на протяжении очень многих лет термин ароматерапии появился в 1926-28 годах когда рене готефос открыл что эфирные масла могут исцелять все гениальное приходит случайно то что произошло с ним поскольку он был химик и проводил разные опыты с химическими веществами лопнул сосуд стеклянный и кипящая жидкость вылилась ему на руку инстинктивно он сунул руку в сосуд с жидкостью которая стояла раньше чтобы облегчить боль и заметил что боль уменьшилась на следующий день он не обнаружил почти никаких следов ошока он понял что он сунул руку в эфирное масло лаванды с тех пор родился термин ароматерапии и мы пользуемся этим термином до настоящее время до 2000-х годов особенно 2008 года когда появился проект дотерра дар земли ароматерапия являлась традиционной что такое традиционная ароматерапия чем она отличается от современной ароматерапии с которой мы сейчас работаем которые полностью основаны на современной науке на современных исследованиях на так сказать врачебном подходе к этому значит традиционной ароматерапии обучались специалисты которые проводили лечение людям и все знание передавалось по сути дела только специалистам современной ароматерапии поскольку все эти исследования очень серьезно изучены со всех сторон она открыла двери для всех людей и поэтому современные терапии ароматерапии подтвержденной современной наукой она является проверенным безопасным средством для помощи всем людям расписаны подробные протоколы подробные дозировки для любого возраста для любой комплекции и поэтому каждый человек с четкими указаниями может вносить это в свою семью тем сам исцелять семью исцелять себя истелять взаимоотношения истелять атмосферу на работе поэтому современная ароматерапия это очень перспективная отрасль которая развивается из года в год значит запахи и эмоции очень тесны мы никогда не будем оставаться долго в помещении если там неприятно пахнет если это доказано уже что моментально наша реакция на неприятные запахи вы видите здесь картинку она вызывает у нас реакцию отторжение то есть мы не можем и запах никогда нас не обманывает то есть если нам приятен этот запах то мы останемся в этом помещении или приятный запах от определенного человека который исходит от него нам будет приятно общаться с этим человеком это знали еще и древний а теперь мы знаем это доказано с научной точки зрения что притяжение через запахи она сидит очень глубоко в нашей памяти как людей и нам очень важно этим пользоваться и это применять вот это очень важный аспект теперь запах запаху розы химическая промышленность выпускает каждый год сотни тысяч различных синтетических запахов проблема только в том что синтетические запахи или отдушки синтетические или фальсифицированные эфирные масла которые стоят одинаково разные виды масла стоят одну и ту же цену как например роза и лаванда что нелогично и не должно такого быть они все содержат себе синтетические компоненты вред синтетических компонентов в том что они накапливаются в ядре клетки откладываются в нашей днк и вызывают мутации и доказано что очень много болезней последнее время они связаны с тем обилием синтетических запахов которые находятся в нашей жизни вот эти отдушки и опрыскиватели и освежители воздуха они содержат очень вредные вещества вместе с газом с бутаном и когда они соединяются с неприятными запахами туалетов или в ванных помещений то они создают яды которые по сути дела разрушают нашу нервную систему является канцерогена поэтому очень важно снова знать я возвращаюсь к этому запах запаху рознь те запахи которые мы получаем от синтетики или запахи которые мы получаем от чистых эфирных масел терапевтического класса они оказывают на нас разное влияние натуральные эфирные масла особенно те которые производят дотерра по стандарту CPTG certified pure therapeutic grade они оказывают явное лечебное действие на наше днк на наши клетки на наши системы организма на наши внутренние органы а синтетические запахи как я уже сказал повреждают наше днк повреждают ядро клетки и вызывают мутации и серьезные заболевания поэтому запахи влияют на эмоции особенно важно какие это запахи или какие эмоции они у нас влияют теперь очень важно нам определить это важно в нашей теме что такое здоровье принятое определение термина здоровье сформулировано всемирной организации здравоохранения еще в 1946 году и она звучала так здоровье это состояние полного физического психического и социального благополучия а не просто отсутствие болезни теперь смотрите что интересно мы посмотрим на следующий слайд что же такое здоровье если вы посмотрите на этот цветок который изображен здесь написано здоровье нужно беречь здоровье нужно всем здоровье это красота здоровье это сила и ум здоровье это богатство здоровье ты жизнь здоровье ты счастье успех очень всегда удивляет человек который зажигая сигарету или прикуривая говорят главное здоровье, все остальное ерунда. Вот таким образом мы очень парадоксально относимся к нашему здоровью. Как правило, его не бережем. Теперь последние годы определение Всемирной Организации Здравоохранения несколько изменилось. Включается способность вести продуктивную и социальную жизнь. То есть, если человек не имеет данной способности, или он лишен по каким-то определенным причинам способности вести продуктивную и социальную жизнь, он, по сути дела, не может считаться здоровым человеком, поэтому финансовая часть очень важна нам, чтобы наша жизнь была продуктивной, чтобы мы продвигались вперед, поэтому мы должны развивать еще и финансовую сферу нашей жизни, чтобы почувствовать себя здоровыми людьми. Идем дальше. Теперь очень важно нам разобрать, какие уровни у нас имеются в нашей общей, глобальной нашей системе. Значит, это очень хорошо показывает картинка айсберга, то есть, надводная часть айсберга – это сознание, оно занимает 10% всего от величины, от массы этого айсберга. Дальше у нас лежит подсознание, в котором хранятся все эмоциональные блоки или эмоции, которые находятся у нас готовые для, так сказать, для действия на нашу сферу жизни. И очень глубоко находится подсознательное, то есть, то коллективное подсознательное, по определению Карла Юнга, известное последовательно Зигмунда Фрейда психоанализа, он сказал, что коллективное бессознательное – это как бы память всего человечества за время всего эволюции от времени сотворения мира, и мы несем бессознательным нашим все, что, по сути дела, составляет нашу коллективную память. И иногда вот это бессознательное, оно вдруг проявляется, и мы начинаем себя вести так, что мы не знаем, откуда вдруг у нас это появилось, что вдруг подействовало на нас и вызвало у нас такое поведение. Поэтому, работая с эфирными маслами, мы воздействуем не только на сознание, потому что сознание – это первые ворота, которые открываются, и человек, так сказать, сознательно начинает применять эфирные масла в своей жизни для внутреннего приема или для ароматического приема в дыхании, или для наружного применения, накладывания на кожу тела. И тем самым сознательное применение эфирных масл приводит нас к воздействию на подсознание. Как я уже сказал, в подсознании хранятся у нас эмоции, или заблокированные эмоции, или эмоции, которые, так сказать, действуют постоянно и воздействуют на нашу жизнь. И еще более глубокое, так сказать, воздействие эфирных масел, оно на наше бессознательное. То есть это уже наша связь с внутренними органами, с нашим ДНК, с нашей коллективной памятью всего человечества. Таким образом, меняя свое сознание, подсознание бессознательно, мы можем влиять и на свое окружение ближайшее, на свою семью, мы можем улучшать наши взаимоотношения с семьей, то есть с собой, с нашими боссами, с коллективом на работе, с сотрудниками, с родственниками. И таким образом расширяется наше влияние через использование аромалайфстайла, жизнь в арома, или современной ароматерапии. И мы становимся людьми, которые начинают оказывать глобальное влияние на человечество в сторону улучшения. Это очень важно понять. То есть, когда мы сознательно употребляем эфирные масла, и мы знаем, для чего мы употребляем каждое масло, для каждую смесь, мы воздействуем на подсознание намного быстрее, подсознание дает нам более быстрый ответ, и наше бессознательное просыпается и помогает нам продлитаться вперед. Вот это очень важно, вот по этой картинке понять то, о чем сейчас я сказал, потому что это основа всего. Идем дальше. Теперь стрессовое эмоциональное состояние. В нашем мозге есть несколько отделок, мы поговорим об отделе, который влияет на выживание. То есть, с эпохи древнего человека у него было два вида реакции. Сейчас говорят о третьем виде реакции, это когда возникает опасность, человек как бы замораживается и стоит замороженно, не двигаясь, не подавая признаков жизни. Но, как правило, основные вот эти два вида реакции на угрозу – это или бегство, или борьба. Теперь я очень хочу здесь как бы отметить связь эмоций вот с этими двумя состояниями, с бегством или борьбой. То есть, как правило, мы подразделяем свои эмоции на отрицательные и подразделяем на эмоции положительные. То есть, допустим, первобытному человеку надо было в свою пещеру приносить добычу, приносить пищу, чтобы хозяйка могла сварить и накормить семью. И поэтому его жена ждала, когда он вернется с охоты и принесет что-то в дом какую-то дичь, чтобы можно было ее приготовить и сварить. И он, выходя из пещеры, начинал принюхиваться к атмосфере, потому что чувство обоняния первобытного человека было развито очень сильно. И, в пример, нынешнему современному человеку, у которого в большинстве случаев оно пропадает от обилия синтетических запахов, нос закрывается, система обоняния входит в состояние отделенности от этого всего мира, который угрожает, чтобы не повредить свое ДНК. И поэтому у первобытного человека был очень острый нюх, как и у животных. И он мог ощутить, потому что решение надо было принять моментально. В тысячную долю секунды, чтобы выжить и вернуться живым и невредим еще с добычей домой, он должен был оценить противника. Если враг, который появлялся, был намного сильнее и больше его, он должен был решить убегать. Если враг, который мог служить добычей, был меньше его, и с ним можно было справиться, и слабее его, то он применял борьбу, чтобы убить этого врага и принести его тушу в дом для приготовления пищи. Теперь очень важна то, что я сказал, эмоциональная связь с двумя состояниями. Для того, чтобы убежать, ему нужно было включить команду страха. Потому что страх поднял бы у него артериальное давление для того, чтобы послать кровь в ноги и дал бы ему дополнительные силы, чтобы усилить скорость его убегания от противника, от врага, который угрожал ему. В случае борьбы он должен был дать подсознательную команду, то есть все, что мы говорили в этом айсберге, находится в подсознании, он должен был дать подсознательную команду, чтобы запустить энергию в руки. И тогда надо было включить эмоцию злости. Потому что когда человек находится в ярости, в крайнем проявлении злости, тогда у него появляются дополнительные силы, чтобы победить врага. Вот это очень важно. И вот этими ситуациями он мог владеть для того, чтобы, так сказать, выжить в трудной ситуации. Современный человек не может владеть своим эмоциональным состоянием, потому что он потерял связь с собой по разным причинам. И поэтому эмоция страха, она застревает и остается надолго. Или эмоция злости, она застревает, захватывается определенным органом, как правило, печенью, потому что злость находится в печени, а страх находится в почках. И поэтому человек страдает длительно стрессовыми состояниями. Вот теперь я вам покажу картинку, который называется современный эмоционально-выживательный состояние человека, не изменился. Он остался таким же, несмотря на все его знания, первобытным по сути своего эмоционально-выживательного состояния. И поэтому, несмотря на то, что у него есть все технологии, компьютеры, смартфоны, это опять же, в большинстве случаев не его изобретение, он является потребителем этих продуктов, его внутреннее состояние не изменилось. И таким же образом он находится в страхе, и таким же образом он находится в злости, в борьбе. И на всякий случай копье лежит около него, чтобы в случае чего пульнуть его в того, кто его очень досаждает. Это очень важно. Значит, массовые медиа очень хорошо влияют на это, то есть телевизор, газеты помогают нам все время находиться в этом стрессовом состоянии, чтобы, так сказать, мы не засыпали. И вот эти стрессовые состояния, они вызывают очень большие проблемы со здоровьем, если мы не оказываем на себя какого-то лечебного влияния. Теперь очень важно поговорить о пяти элементах. Значит, пять элементов – это легкие, почки, сердце, печень и селезенка. Легкие относятся к энергии воздуха, металла, почки к энергии воды, печень относится к энергии дерева, селезенка, желудок, поджелудочная железа относятся к элементу земли. И каждый из этих элементов по китайской медицине или по философии Дао, которую я обучаю своих учеников, оно помогает нам, так сказать, преодолеть вот эти вот все состояния в жизни. И мы при помощи этих внутренних органов мы трансформируем отрицательные эмоции в положительные. Теперь важно, чтобы мы разобрали. Начнем мы с легких, и мы будем разбирать, какие отрицательные эмоции находятся у нас там. Значит, в легких у нас сидит грусть, печаль, сниженное настроение, депрессия, часто непонимание того, что происходит с нами, то есть полный какой-то туман с точки зрения, куда мы хотим двигаться и для чего. Положительные эмоции, которые у нас находятся там, это чувство справедливости, ясность, мысли, оптимизм, смелость, благородство, но мы их можем получить только при определенной работе с отрицательными эмоциями, чтобы трансформировать их. Это может быть упражнение, это могут быть медитации, это могут быть сочетания всех этих упражнений медитации с ароматерапией. И поэтому смесь ЧИР и смесь ЭР или БРИС, что логично для дыхания, они подходят нам конкретно для работы с этим элементом, чтобы производить трансформацию и исцелять эти органы. Теперь мы переходим к почкам. В почках у нас сидит страх, недоверие, тревога, низкая самооценка. Это вот те отрицательные эмоции, которые поражают почки. Значит, когда мы, так сказать, начинаем работать с ними, мы подбираем себе эфирные масла, которые могут нам помочь, и смеси, которые помогают нам для работы с почками, с энергией страха, с энергией недоверия, тревоги, и низкой самооценки, это ПИС, смесь эмоционального набора, и Джунипер, это одиночное масло, которое применяется для лечения почечной системы или мочевой системы. Окей? Идем дальше. Мы идем теперь к печени. Печень – это орган, который относится к элементу дерева. Значит, он в себе собирает и накапливает отрицательные эмоции гнева, неприязни, злости, агрессивности, фрустрации, чувство недовольства самими собой. И это накапливается там постоянно. Причем, как бы, эти эмоции, они отравляют печень, и они, по сути, препятствуют печени перерабатывать эти яды какие-то полезные вещества, таким образом нарушается работа печени, и мы не можем двигаться вперед, мы не можем расти, потому что положительные эмоции, которые находятся там, это доброта, терпение, учтивость, щедрость, личностный рост. И нам важно работать с эфирными маслами. Эфирные масла, которые помогают нам в работе с элементом дерева и исцелением печени, это зиндокрин и фугив, это те смеси, которые работают и эмоционально, и воздействуют на физиологию функции печени. И вот это важно, надо сказать, усвоить этот момент. Теперь мы поговорим с вами про сердце. Сердце – это элемент огня. Это то, что вызывает у нас чувство энтузиазма, страсти, любви. А в отрицательных ситуациях вызывает у нас эмоции нетерпимости, поспешности, хвастарства, жестокости, насилия, закрытости сердца, неспособности любить, неспособности сочувствовать людей, неспособности понимать. И когда мы работаем с эфирными маслами, то мы и с дополнительными упражнениями, которым я обучаю на курсе медицинской медитации, у меня будет в среду в 7 часов вечера обступительная лекция, ознакомительная лекция перед открытием курса медицинской медитации. И там я объясняю, какие упражнения в сочетании с эфирными маслами мы можем применить для того, чтобы продвинуться вперед. Поэтому вот это очень важно, вот эти отрицательные эмоции, как нетерпимость, поспешность, хвастарство, отсутствие чувства любви, жестокость, насилие, преобразовать, провести трансформацию в сердечность, жизненность, энтузиазм. И это нам дают масло розы и смесь пыши, страсти, которые помогают нам продвинуться вперед. И пятый, последний элемент – это элемент земли, в который входит селезенка и еще два органа поджелудочного железа и желудок. То есть они как бы работают все в этом тандеме тройки. Значит, эмоции отрицательные, которые мы лечим, исцеляем в элементе земля – это беспокойство, жалость, чувство жертвенности, обиды, которые накапливаются там. Особенно обида поражает поджелудочную железу, вызывает диабет и вызывает в итоге онкологические заболевания поджелудочной железы. Поэтому очень важно убирать обиды, освобождаться от обиды. И у нас есть действительно смеси и эфирные масла, которые могут помочь. Значит, эфирные масла, которые работают на элемент земли – это Зен-Джест, то есть пищеварительная смесь. Это смарт-инсасси, которая воздействует на метаболизм. И это смесь-консоль из эмоционального набора утешения, которая помогает снять вот эти ощущения жалости к себе, жертвенности, обиды, беспокойства, тревоги, которая сидит там. Вот это очень важная тема, которую мы должны усвоить. И мы движемся дальше, чтобы мы посмотрели, по сути дела, как выглядит наше лицо, когда мы употребляем определенные смеси. Вот посмотрите, здесь картиночка, которая показывает, как воздействует чир. Мы позже немножко поговорим о каждой смеси. То есть человек находится в счастье, ощущение радости у него, ощущение удовольствия от жизни. Или вот то состояние, которое мы лечим при помощи смеси чир, депрессии. Так выглядит наше лицо отражает наше эмоциональное состояние. То есть мы можем видеть по выражению лица, по позе человека, как он стоит, как он сидит, как он разговаривает, какое у него выражение власть. Мы можем видеть то эмоциональное состояние, которое в данный момент, или то настроение, в котором он находится. Стресс. Человек в стрессе хочет закрыться от всего мира, не видеть, не ощущать этот мир, чтобы не страдать, потому что столько навалилось на него, и он не знает, как избавиться от всех этих забот, которые досаждают ему со всех сторон. Или как выглядит мотивация, для человека не так страшны провалы в скалах и ущельях. Он движется вперед, он знает, что у него есть цель продвигаться вперед, и он прыжками преодолевает эти цели, не прыгайте так сами, без подготовки определенной. Просто это картинка для того, чтобы понять, как выглядит мотивация, когда человек замотивирован и не видит никаких трудностей перед собой, он движется вперед, и его никто не может остановить. Или страсть, которая страсть может быть и во взаимоотношениях, и в интимных, и в романтических, которая зажигает огонь, энергию огня, энергию сердца. Или мир, когда мы просим целостность с собой. Это мы говорим, когда применяем смесь письма, мы говорим не о наружном мире, а о мире внутри нас. То есть то, что происходит внутри нас, отражается потом в целом во всем мире. И поэтому одно из выражений в кавайской древней системе О'Пону-Пону, которому я обучаю, как сертифицированный ментор и филер этого метода, говорится о том, что мир меня. То есть я в мире с собой, и я отражаю этот мой внутренний мир на всех окружающих. Это мир меня, это тот мир, который я ношу внутри себя. Вот это очень важно. Здесь на картинке мы видим мольба о целостности, о мире в душе и снаружи во внешнем мире, чтобы сначала он начинается изнутри. Мир идет всегда изнутри, из внутреннего состояния, из целостности, вместо отделенности. И таким образом мы можем, так сказать, транслировать это внутреннее ощущение наружу, чтобы принести еще и внешний мир, и всему окружающему миру. Окей? Идем дальше. По сути дела, аромотерапия – это натуральное решение проблем с помощью обоняния. Здесь на картинке вы видите, что есть у нас лимбическая система, обонятельная луковица, носовая полость, ароматическая субстанция, обонятельные нейроны. То есть запах, в данном случае человек нюхает запах розы, обонятельные нейроны передают этот запах этой ароматической субстанции, то есть эфирного масла розы, в носовую полость. Там находятся вот эти все нейроны, которые фиксируют это. Это передается на обонятельную луковицу. От нее сразу заходит в лимбическую систему, которая ответственна за все эмоции и все события, и всю память, которая связана у нас с эмоциональными состояниями. То есть, допустим, если человек даже не собирался совершить какое-то действие, но у него он понюхал какой-то запах, запах сработал с лимбической системой, с гиппокампуса, с тем местом, где хранится вся память о всех натуральных запахах, и выдал ему ответ, вот сейчас ты хочешь конкретно этого. Человек не знал раньше до этого, что он этого хочет, но как только он понюхал, допустим, какую-то эфирную смесь или одиночное эфирное масло, ему сообщила его внутренняя система, ему это необходимо для его исцеления. То есть, вот эти вещи очень важны нам. И здесь более подробно объясняется этот механизм, то, что я вам сказал, что у людей органов обоняния является эпители, которые сположены в носовой полости, люди, которые страдают хроническими заболеваниями дыхательных путей, аллергическим ринитом или базомоторным ринитом, или частыми простудами, насморками, или находятся под воздействием огромного количества синтетических запахов, они как экономика, как какие-то вещества для очищения, по клинингу. И таким образом, этот эпителий и эти датчики, они атрофируются, потому что человек инстинктивно закрывается от вредного влияния, вредных запахов. И поэтому вещества, перешедшие из паровой фазы в секретный погресс-экцеллюзионных ретекторов клеток обоняния эпители, вызывают возбуждение. И тут уже возникает из биохимии, биофизика, нервные импульсы, они идут электрическим образом, по обоняниям нервам поступают в обоняния луковицы, затем подкорковые центры, миндалину и лимбическую систему, только потом в корковый центр обоняния мозга. Височный отдел является центром обоняния, там обрабатывается. Обонятельные петерины нервы, центр обоняния мозга объединяется в обонятельные анализаторы, то, что мы видим на картинке. Поэтому гиппокапус выдает нам из памяти, из своего архива все, что накопилось там, чтобы мы знали, что с этим делать, чему это отнести и как с этим работать. Окей? Теперь, когда мы говорим с вами о круге эфирных масел, вот мы видите, здесь круг, и здесь в кругу написано, есть мятные, есть цитрусовые, есть пряные, есть травыные, есть древесные, есть цветочные. И вот эти вот все смеси эфирных масел, это их преобладание в каких-то определенных смесях. Каким образом мы работаем с этим, мы просим, испытываемого, или человека, который пришел к нам на консультацию, или пациента, который пришел к нам на лечение, мы просим его закрыть глаза и подумать о той проблеме, с которой он обратился к нам. Поскольку мы знаем то из той картинки, что вы видели про айсберг, мы знаем, что отрицательные эмоции и положительные тоже находятся у нас в подсознании, у нас есть еще под этим более низкий этаж, это бессознательное, то эмоции за время нашей жизни каким-то образом под действием тяжести опускаются еще и бессознательно и захватываются системами и внутренними органами. И они находятся там в захваченном состоянии, то есть они как бы там находятся в какой-то типа ловушке. Из этой ловушки иногда им очень трудно выбраться. Эфирные масла, проникая в эти места, они как бы рассасывают и освобождают эти блоки. Поэтому на начальном этапе мы просим человека просто сесть, задуматься о своем состоянии или о той проблеме, с которой он пришел, и попытаться ощутить ее в теле. Как только он ощущает эту проблему в теле, то тогда мы просим ему сказать, где он ощущает эти проблемы. И люди говорят, что вот она у меня в горле сидит, или она у меня вызывает тяжесть в грудной клетке, или она сидит в спине, или сидит в ногах, или она сидит у меня в голове. То есть очень важно определить, распластить подробно, где он ощущает. После этого мы, по сути дела, просим человека провести пальцем по кругу, с закрытыми глазами, вот по этому кругу, где написано «эмоции», чтобы он остановился, попросить его остановиться на какой-то из линий, в каком-то из секторов, с закрытыми глазами, где ему захочется остановиться. И он останавливается, мы помогаем ему увидеть, какая эмоция там сидит, и что мы пролечиваем. И вот здесь сидят эмоции, которые я, по сути дела, подразделил по пяти элементам, то, что мы с вами изучали раньше, по внутренним органам. И мы знаем, что если есть эмоция, скажем, страха, то она сидит у нас в почках. И мы подбираем такую смесь, которая будет, значит, если он остановился в эмоции страха между смесью «пис» и «консоль», между спокойствием, миром и утешением, то мы просим его помухать из двух бутылочек, и тогда, чтобы он нам сказал конкретно, где он ощущает запах, который подходит ему, который нравится. И когда он выбирает, допустим, «пис», то мы знаем, что он, по сути дела, его страх сидит в точках, мы знаем это по элементам, и мы просим его вдыхать, нанося на точке пульса, вдыхать эту смесь. Реакция происходит в течение от 22 секунд до 2 минут, потому что через 2 минуты запах при ароматическом применении, через вдыхание находится уже в крови, циркулирует по крови, то человек от 22 секунд до 2 минут может сказать нам конкретно, что с ним происходит в области физических ощущений. Потому что мы просим его сказать, от 10 до 1, 10 было самое неприятное ощущение в теле, 1 это как будто бы уже исчезло, исчезло, и продолжая вдыхать эти запахи, он вдыхает их, и он, вдыхая эти запахи, он ощущает уменьшение влияния физиологического, этих эмоций, на тело. И мы просим его сказать, какой номер от 10 до 1 он ощущает, 10 самые неприятные ощущения, 1 эти неприятные ощущения как будто бы исчезли. Как правило, от 22 секунд до 2 минут человек говорит, что да, у него все исчезли, все эти неприятные ощущения, которые возникли, когда он думал о своем состоянии. Что самое интересное, что через какое-то время, вдыхая, человек, который сидит напротив нас, вдруг начинает воспринимать какие-то новые послания для себя, они снова приходят из подсознания, которое ощущается, что можно делать вот эти вещи другим образом, не так, как мы делаем. И тогда возникает понимание данной ситуации и ее преодоление. Вот это то, что важно нам было усвоить при работе с эмоциональным набором.